МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отопительный сезон немножко отодвинется, начнется позже обычного. Несмотря на то, что у нас было очень хорошее лето и порадовало жителей очень хорошими теплыми деньками, у нас все равно отопительный сезон начнется вовремя, то есть 15-го числа. Может быть, раньше, если будет падение температуры. То есть у нас по нормативу среднесуточная температура для начала отопительного сезона должна быть не менее 8 градусов в течение 5 дней. Мы уже сделали соответствующие запросы в гидрометеоцентр, и они нам дали уже информацию о том, что с где-то 9-10 октября будет уже хорошее понижение температуры, и среднесуточная температура как раз будет на уровне 8 градусов. Поэтому с 15 октября 2021 года у нас, как всегда, начнется отопительный сезон. Насколько сегодня округ готов к отопительному сезону? По состоянию на сегодняшний день, на 22 октября, у нас общая готовность города составляет 91%. К концу недели, то есть к завтрашнему дню, у нас будет 92-93%. Как раз у нас подтянутся часть котельных, которые у нас фактически подготовлены. Осталось только оформить акты готовности и паспорта готовности, которые у нас в стадии подписания. Что касается жилищного фонда, это многоквартирные дома и жилые дома, которые у нас подключены к центральному отоплению. У нас готовность 100%. Организации социально-культурно-бытового обслуживания у нас тоже готовность 100%. У нас немного отстают пока только котельные, ну и то в части оформления бумаг. То есть это паспорта и акты. В среднем у нас как раз мы идем немножко с опережением графика. 100% готовность у нас должна быть к началу отопительного периода. Но мы как раз планируем 100% готовность обеспечить к началу октября. А сколько у нас в округе вообще котельных? По округу у нас 23 котельных. Из них 17 находятся в ведении Примтеплоэнерго. Одна котельная ведомственная принадлежит Министерству образования. Как раз она отапливает школу для слепых в районе 9-го километра. И три котельных у нас как раз в ведении Министерства обороны. В каком они сейчас находятся в состоянии? Давно ли там проходила модернизация и вообще проводится ли она? Модернизация, если взять Примтеплоэнерго, то модернизация у них постоянно проводится. Они ремонтируют котлы, где-то меняют котлы, где-то заменяют оборудование, там насосы и циркуляционные, и поддувы. А что касается всех остальных, вот в частности Министерства обороны, ну они тоже работу проводят. Но так как это закрытое ведомство, они неохотно делятся с нами информацией. По нашей информации тоже у них готовность есть, там есть небольшие сложности, но к началу отопительного сезона они обещают все вопросы закрыть. Иван Юрьевич, на что касается топлива, вот насколько на данный момент у нас в запасах имеется топливо? Ну сейчас запасы у нас на том уровне, который должны быть. И как раз к началу отопительного сезона, ну мы уже провели ряд совещаний с ресурсоснабжающими организациями, которые теплоснабжение обеспечивают, чтобы не к началу отопительного, а за неделю было у них уже нормативный запас топлива. Сейчас они как раз наращивают все запасы, чтобы к 15 октября у них был нормативный запас, или чуть-чуть больше, ну для того, чтобы обеспечить всю потребность. Но мы с ними уже проговорили, и нормативный запас у них будет за неделю до начала отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, вот и администрация округа, насколько плотно взаимодействуют перед началом отопительного сезона? Это, наверное, важно? Это очень важно, и мы очень плотно взаимодействуем. У нас каждые две недели проходит заседание штаба по подготовке к отопительному периоду, и в летние периоды, и в весенние. То есть мы, закрывая предыдущий отопительный сезон, сразу начинаем готовиться к новому отопительному сезону. Каждые две недели во вторник мы проводим штаб, обсуждаем все вопросы, которые есть, в том числе обращение жителей, где там, ну вот, если касается отопительного сезона, поступившие обращения жителей в аккаунты, в соцсети, о том, что у меня холодно, допустим, или потекла батарея. И мы их, ну, во-первых, в рабочий момент отрабатываем сразу же, а на штабе просто уже завершаем отчетами, которые нам уже предоставляют управляющие. Также мы ведем постоянный мониторинг, это промывки, опрессовки многоквартирных домов и соцкультбыта. Поэтому контроль у нас постоянный. То есть информацией мы владеем постоянно. Как говорится, готовься они летом, и именно вот летом, именно в мае, наверное, да, уже начинается подготовка к отопительному. Как только у нас заканчивается отопительный сезон, ну, в этом году это у нас как раз вот было... Начало мая. Начало мая, да, первое мая, была уже прекращена подача теплоснабжения, мы сразу приступили к подготовке. И в этом году нужно как бы похвалить своего рода управляющие компании. Они некоторые затягивали обычно там до августа, до сентября. Они начали прямо с мая, с июня и июля. То есть у нас уже к августу месяцу была по жилфонду, мы шли с опережением графика на 10%. Вот вы сейчас сказали, что готовы к отопительному сезону и жилой фонд, и объекты соцкульпт-быта. Мы прекрасно понимаем, что подготовка к отопительному сезону – это не только проверка тепловых сетей, но и подготовка тепловых сетей, но и вообще зданий, то есть и жилого фонда, и всех учреждений. Скажите, вот за то, как подготовлены здания жилого фонда к отоплению, отвечает у нас кто? Нужно немножко разделить. Значит, основная подготовка к отопительному сезону касается именно системы теплоснабжения, то есть чтобы магистральные трубопроводы, батареи было все промыто, опрессовано, и было готово к подаче теплоносителя, чтобы когда наступило 15 октября, открыли вентиля, и горячая вода пошла, начала циркулировать и нагревать здания. А все остальные мероприятия по подготовке уже проводятся каждыми ведомствами. То есть задача учреждения соцкульпт-быта – поменять окна вовремя, поменять полы. Поэтому все эти мероприятия они также проводят, нам отчитываются. Но самый главный акцент делается именно на систему отопления, на сами трубы, радиаторы, для того, чтобы, не дай бог, не случился порыв, и мы не заморозили ее просто. Поэтому вот этому уделяется самый главный момент. Ну, например, если в подъезде, например, к началу утопительного сезона разбитые окна и батарея, к примеру, не греет в подъезде, кто за это отвечает? То, что разбитые окна и не греет батарея, конечно, отвечает управляющая компания. И в рамках подготовки, когда мы ведем мониторинг всей ситуации, мы тоже эти вопросы отслеживаем и с управляющими компаниями сразу же отрабатываем. Потому что, ну, если окно разбито, и управляющая компания там по тарифу поменяет это окно чуть позже на новое, современное, там, пластиковое, то временно, пока дождутся, когда придет новое окно, и люди его поменяют, они просто забьют пленкой несколько слоев, чтобы не сифонило. Администрация ведет статистику вообще аварийных каких-то ситуаций во время утопительного сезона? Да, мы постоянно ведем, и у нас и через нашего диспетчера проходит вся информация, и через диспетчера единой диспетчерской службы ЕДДС тоже проходит вся информация, и как раз вот все плановые и внеплановые отключения у нас как раз фиксируются. В прошлом утопительном сезоне много было аварийных ситуаций? Аварийные ситуации возникали у нас только при начале отопительного сезона, когда все торопились, все хочу тепла-тепла, и когда тепло пошло, в некоторых домах получилось так, что вентиля были не совсем правильно открыты, а некоторые открыли не в той последовательности, как нужно, ну и пошло немного завоздушивание, и теплотрассы в некоторых местах у нас, конечно, были порваны. Была аварийная ситуация, но все быстро устранили, и вот в прошлом году мы вошли в сезон буквально за три дня. То есть три дня у нас еще были аварийные ситуации, большие отключения, а через три дня уже все наладилось, и там дальше уже все было плановое. То есть вы следите за профилактической работой, ну и ведете в том числе ее? Конечно, ну потому что без этого никуда, и как раз предупреждение – это залог хорошего прохождения отопительного сезона. Иван Юрьевич, ну раскроете секрет, будет ли подниматься в этом году тариф на тепловую энергию? Насколько нам известно, пока не планируется. Скажите, пожалуйста, номера телефонов, по которым можно будет обратиться в случае каких-то аварийных ситуаций в начале отопительного сезона. Ну, как я всегда уже говорю, при начале отопительного сезона, в первую очередь, если вдруг вы живете в многоквартирном доме, и у вас 15-го числа холодные батареи, в первую очередь нужно позвонить в свою управляющую компанию, в ЖЭК или в управляющую компанию, для того, чтобы пришли слесаря, специалисты с этой компанией, посмотрели, в чем проблема, и решили вопрос на месте. Если не будет понимания с управляющей компанией, но у нас таких случаев, к счастью, нет, тогда уже нужно будет позвонить в наше управление, либо диспетчеру. Передать информацию либо диспетчеру администрации, либо диспетчеру ЕДДС, ну, и в последнем случае уже обратиться к нам в управление напрямую. Телефон нашего управления, именно специалиста по теплоснабжению, 3-18-07. Спасибо, Иван Юрьевич. Я надеюсь, что отопительный сезон 2021-2022 годов начнется вовремя и пройдет успешно и удачно и для жителей, и для всех организаций ресурсоснабжающих и администрации в том числе. Да, будем обязательно, ну, не зря же мы весь год работали для того, чтобы этот момент у нас прошел без аварий и в штатном плановом режиме. Так что все будет хорошо.